Всем привет! Вы на канале есть вопрос и сегодня у меня для вас целых две игры, которые можно сделать своими руками. Они у нас будут на развитие логического мышления, мелкомоторики и развития математических представлений. Начнем с первой игры. Вот так вот она будет выглядеть. И в целом для нее что понадобится? Для нее понадобится как обычно у нас формат А4 листочек белый, затем маркеры, фломастеры, ножницы наверное, чтобы делать карточки. Собственно наверное все. Можно как обычно мы это делаем как-то более усовершенствовать, например использовать твердый картон, вырезать кружочки из цветной бумаги, но это уже на ваше усмотрение. Но в целом минимальный набор вот такой. В чем состоит смысл игры? Мы изображаем на листе бумаги 9 кружочков, которые разных цветов. Соединяем их между собой различными линиями. Линии вы можете опять же придумывать сами, какие хотите. Это не важно. Главное, чтобы они были необычными, чтобы они были для написания руки непростыми. То есть у нас есть и простые прямые линии и различные загигулины такие вот разные, разнообразные. Назовем их так. Ребенку предоставляются карточки, которые вы опять же рисуете сами. Но смысл в том, что если вы обозначили вот такие вот цвета разноцветные, вы ориентируетесь на них, когда рисуете карточки. По условию игры мы должны соединить кружочки между собой, а для этого мы должны обвести правильно вот эти линии, которые вы так вот старались изобретали. Поэтому, чтобы на карточке у нас все было четко, мы должны смотреть на наш рисунок и соединять кружочки, которые реально можно между собой соединить. То есть в этой игре это важно. Когда вы рисуете карточки, вы смотрите на свой образец, на свою основу, скажем так, и рисуете. То есть вот у меня, например, оранжевый с черным соединяется прекрасно, черный с синим соединяется прекрасно и синий с коричневым у меня тоже можно соединить. Но если бы я, например, написал, что мне надо соединить черный с розовым, то у ребенка возник бы вопрос, каким образом я должен это сделать. Поэтому будьте внимательны, когда вы будете рисовать карточки. Ну и собственно смысл этой игры, да, вот давайте я покажу на своем примере. Вот передо мной карточка. Я вижу, что можно соединить оранжевый, мне нужно соединить оранжевый с черным, да, и я могу начать опять же с этой стороны, обводить по этой линии. Вообще я изначально линию делала прозрачного цвета, такого светло-желтого, но на видео вам было бы не видно, что здесь нарисованы линии, поэтому я ввела их коричневым. Вы можете делать цвет более светлый, чтобы ребенку было проще, да, видеть свою линию, как он ведет ее. В нашем случае это будет выглядеть вот так. Теперь я соединяю черный вот такой вот линии и соединяю синий с коричневым. Что работает в этом упражнении? Как я уже и сказала, тут, конечно же, работает мелкая моторика, тут работает рука, то есть, ну, мы, для, например, детей, которые идут только идут или поступают в школу, да, мы здесь ставим руку. Ребенок, можно сказать, выполняет то же самое действие, что он делает в прописях, только в более интересном варианте. Также у нас здесь работает умение работать по образцу, что тоже важно, да, для первоклассников, для школьников, то есть мы видим образец, мы видим, что у нас нужно сделать, мы выполняем задание. Также работает логическое мышление, куда без него, да, и, соответственно, вот эти вот мелкие движения, это наша мелкая моторика. В данном случае можно делать несколько таких вот карточек, основ, чтобы можно было больше вариантов использовать, но при этом по максимуму использовать каждую, то есть вот я так продумывала карточки, чтобы у меня линии не повторялись, то есть обводить по той линии, которая уже есть, не очень. Лучше делать те линии, которые еще не использованы для следующего образца. Ну, собственно, вот по этой игре, наверное, все. Смысл я вам объяснила. Каким образом мы рисуем карточки, придумываем карточки, тоже рассказала. Переходим к следующей игре. Следующая игра у нас, в принципе, похожа по своей основе, да, идентична, можно сказать, но задания мы здесь делаем несколько другие, на несколько другие понятия мы тут отрабатываем. У нас здесь больше такие математические понятия длины, да, мы тут отрабатываем с вами. Также нам понадобится лист формата А4 белый, на который мы наносим вот такой вот рисунок. Основа у нас будет одна, то есть вот у нас черная рамочка, квадратики, и к ним идут линии определенной длины. Что нужно, чтобы на ней было? Линии короткая, средняя и самая длинная. Можно усложнять это задание, если ребенок постарше, если ребенок уже хорошо в этом разбирается, если вы уже вдруг делали какие-то упражнения такого плана, вы можете сделать хоть сколько, да, делать просто лист брать больше, и вот таких вот линий, длинных, коротких, средних делать побольше. Но в нашем случае мы ограничились тремя, и тремя, соответственно, цветами. У нас, опять же, кубики из игры, у вас могут быть вот такие вот геометрические фигуры, вырезанные, допустим, из картона цветного, да, необязательно иметь пластиковые такие квадратики. Я об этом уже не первый раз говорю, что все элементы игры можно делать самим, из подручных материалов, то есть вот это легко можно заменить картонными, такими же картонными, плотными, разноцветными квадратиками. И еще нам нужно будет с вами нарисовать карточки для этой игры. На карточке мы с вами обозначаем цветом длину, соответственно, одна у нас, одного цвета длина у нас должна быть желтая, красная, допустим, синяя, да. Ребенку мы эту карточку выкладываем, выкладываем перед ним кубики и просим его обозначить, какая на этой карточке самая длинная будет фигура у нас, и какого цвета она, да, и положить ее на основу. В данном случае самые длинные у нас желтые. Дальше мы смотрим, что же у нас покороче. Покороче у нас фигура красного цвета. И самая короткая это синяя, вот таким образом мы разложили. Когда мы с вами меняем карточку, то есть убираем с образца опять фигуры, на этой карточке, соответственно, самая длинная у нас красная. То есть ребенок соотносит, да, длину, соотносит фигурки, которые здесь перед ним выложены определенного цвета, и раскладывает, в данном случае я ошиблась, вот так. Мы с вами обсуждаем, да, правильно, неправильно получилось. Для нас это действие достаточно элементарное. Для детей, которые не знакомы с понятиями длины, это дается гораздо сложнее, потому что ребенку нужно соотнести, да, во-первых, изображение на карте, на карточке на нашей, да, во-вторых, соотнести вот изображение на основе и соотнести, как длины между собой сочетаются, то есть насколько у нас там цвет, да, какого цвета эта фигура, как ее расположить на образце, то есть это такая довольно-таки непростая работа, это логическое мышление, и ребенок запоминает понятия из математики, которые в дальнейшем ему очень сильно пригодятся. Но при этом все это он делает, опять же, собственными руками, то есть он передвигает, трогает, двигает, это все важно, это интересно, это гораздо интереснее, чем просто читать книгу и запоминать там, что вот эта длина, это короткая, это длинная, это у нас средней длины, здесь он это все делает на практике, это гораздо проще запоминается и откладывается у ребенка в голове. На этом на сегодня все, я буду ждать в комментариях ваших вопросов, предложений, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok